У Гомельевской областной клинической больницы сегодня презентовали новое обстановление для проведения ударно-хваливой литотрепсии. Этот метод позволяет выводить камень, которые утворяют в нырках без пошкоджения тканковых структур. Медицинскую установку наведали наши корреспонденты. Новый аппарат у областной больницы отримали в лепени этого года. Еще два месяца потребовалось на его установку и модернизацию кабинета. Об складанности проведенных работ можно мерковать по сумме выдаткованных на ГТМ-ты сродков с областного бюджету – амаль 200 тысяч белорусских рублев. Кошт самого аппарата – 600 тысяч евро, оплаченный с фонду Министерства оховы здоровья. Это, саправды, сучасная и головная беспечная обсталяванья. Производится наводка путем рентген-контроля и путем ультразвукового контроля. То есть в двух проекциях можно делать. Первый аппарат для ударно-хваливой элитетрипсии у Гомельской областной больницы установили у 2006-м. Але у опошней шанс он потребовал постоянного ремонту. Летость, например, по этой причине обсталявание не прорывало каля трех месяцев. Хоть у Вогуля отмавляться от его выкористания у больницы не будуть. Уреште проведение операций на двух аппаратах дозволюсь оказывать медицинскую допомогу больше значной колькости пациентов. При правильной фокусировке ударной волны, в принципе, процедура проходит достаточно безболезненно. Но в любом случае мы наших пациентов проводим аналогоседацию, то есть мы вводим аналогитики, беспоколитные препараты. И зачастую, опять-таки, все это определяется локализацией камня. Если же зачастую ударная волна может проходить и резонировать через костную структуру, тогда пациенты ощущают некоторый дискомфорт в области прохождения волны. У блютучных пациентов по времени это будет несколько растянуто, ну и эффективность будет несколько ниже. Ну, в среднем до часа может длиться один сеанс лит трепсии. Сегодня у Гомельской области операции по литой трепсии проводятся только в областной больнице. В 2015 году тут полностью отмывались от открытого хирургичного вмешательства, что дозволило продухелить махчимые послеоперационные ускладнения. Освоенный у Гомеля метод з'является тем больше актуальным, что у света означается стабильный рост колькости пациентов с мошекаменной хворобой. За позднее 30 году, пока шик захворываемости, повелишился амаль на 40%. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания Гомель.